Новая линейка УАЗа Профи представлена вот таким автомобилем, имя которому Полуторка. Грузоподъемность машины полторы тонны, запас хода больше тысячи километров, здесь модернизирован двигатель и ходовая часть. А еще заводское газовое оборудование. Поближе с автомобилем и его характеристиками ознакомился депутат Госдумы Владимир Кононов. Сопорождал высокого гостя из Москвы на Ульяновском автомобильном заводе губернатор Сергей Морозов. Кононов оценил новую линейку машин, которые уже поступили в продажу, как и подготовку кадров в регионе. На УАЗе работает базовая кафедра УЛГТУ. Нам нужны сильные научные, инженерные, изобретательские кадры. Без этого ничего не будет. В этом плане, в области прекрасная есть основа, университеты, которые готовят. Разработка Полуторки пришлась на тяжелый 2020 год, когда завод потерял 6% объема производства. В конце декабря был запущен и предшественник новой модели – двускатный УАЗ «Профи». А в январе завод выпустил пикап с автоматической коробкой передач. Трудные моменты завод переживал во времена перестройки и в нулевых. Справились со всем, уверяет губернатор Морозов, главное – коллектив, который сохранил предприятие и всю линейку автомобилей. Мы поставляем в десятки стран, причем в том числе и в тех же наших главных партнеров экономических Соединенных Штатов Америки свои автомобили. Достаточно ли это для того, чтобы подтверждать ту нашу большую амбицию, которая есть в Ульяновской области? Конечно, недостаточно. Поэтому мы сейчас смотрим, что нам необходимо сделать. А необходимо сделать несколько ключевых вещей, добавляет глава региона. Причем импульс должен исходить от власти. Речь идет о достойной заработной плате, социальной защищенности и профилактике здоровья сотрудников. Я веду разговор о медицинском учреждении. Для нас крайне важно, чтобы мы построили большой профилакторий, который когда-то предложил автозавод, для того, чтобы трудовой коллектив, ветераны чувствовали себя максимально комфортно. Сегодня эксперты дают прогнозы роста автомобильной индустрии на 3%. Соответственно, УАЗ ставит свою цель увеличение доли рынка до 2,5%. Сейчас на заводе производят 190 автомобилей в сутки. Цель этого года – выпустить 40 тысяч машин, а также увеличить зарплату рабочим на 6%. В настоящее время более 250 вакансий на основные специальности. Мы ведем набор. Подписан приказ о корректировке и повышении тарифных ставок на заводе. В настоящее время мы обсуждаем уже механизм реализации с профсоюзом. И в апреле уже первый этап персонала будет ознакомлен и корректировка проведена. По словам Сергея Морозова, визиты высоких гостей и представителей власти на крупные промышленные предприятия – это не только фланирование с телекамерами по цехам. Чиновники, да и лично губернатор стараются обойти столовые, раздевалки и туалеты, чтобы знать, в каких условиях работают люди. Ринат Альгулова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.